МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Осторожно, мошенники! Как не попасть на крючок любителей легкой наживы? Яркие костюмы и необычные декорации. В ДДТ прошел 5-й городской фестиваль театральный марафон профессий. Два серебра и две бронзы воспитанники спортивной школы ИКАР приняли участие в первенстве Приворского федерального округа по рукопашному бою. Далее расскажем обо всем подробно. Изменился порядок регистрации безработных. Встать на учет в центре занятости, оформить пособие по безработице и получить большинство услуг по содействию в трудоустройстве теперь можно дистанционно. Вступило в силу постановление правительства, которое утверждает новые правила регистрации безработных. Согласно документу, при удаленном обращении через портал «Работа в России» или личный кабинет на госуслугах необходимо будет написать заявление и резюме. Потребуется указать данные о себе, в том числе уровень квалификации и стаж работы. Всю остальную информацию о безработном соберут без его участия. Так, например, не нужно предоставлять службе занятости трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности, справку о доходах 2 НДФЛ. Это стало возможным благодаря тому, что центры занятости постепенно начинают работать на базе единой цифровой платформы «Работа в России». Уже в ноябре на новый порядок взаимодействия с безработными перейдут центры занятости в 19 российских регионах. Еще 60 регионов присоединятся с 1 января 2022 года. Москва – с 1 января 2023 года. В переходный период будет действовать временный упрощенный порядок регистрации безработных граждан, который ввели в апреле 2020-го. Ранее вступил в силу закон о реформе служб занятости, который предусматривает перевод в электронный формат большинство услуг этих учреждений. Наряду с дистанционным форматом предоставления большинства услуг личные приемы в центрах занятости также сохранятся. С начала года в Сарове зарегистрировали более 60 случаев мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий. На смену старым известным схемам злоумышленники изобретают новые, все более изощренные. Как защитить себя от обмана? В нашем городе участились случаи мошенничества на торговых интернет-площадках. Саровченко выставила на продажу детскую коляску за 7 тысяч рублей. Покупатель предложил общаться в другом мессенджере и прислал ссылку на интернет-доставку. Женщина перешла по ней, ввела свои персональные данные, после чего с ее карты пропало 20 тысяч рублей. Гость нашего города попал в курьезную ситуацию, заказав в интернете эскорт услуги. Связался, ему ответили, что да, все, вопросов нет, девушки приедут, вот надо отправить сначала 500 рублей, потом еще 5000 рублей, потом 20 тысяч рублей, потом 40 тысяч рублей. Тот оператор, который с ним общался, говорил, что очень много заказов, надо предоплату, гарантийные обязательства и так далее. И в итоге девушки никак к мужчине не приехали, и мужчина отправил мошенникам 93,5 тысяч рублей. Не редки случаи обмана во время сделок купли-продажи на известных торговых площадках в сети. Так Саровченко выставила на продажу фотоаппарат за 120 тысяч рублей. Покупатель нашелся в Белоруссии. Товар женщина отправила ему транспортной компанией. Преступник его получил, отправил продавцу скриншоты о переводе денежных средств. Но оплата так и не поступила на ее счет. А телефон мошенника стал недоступен. У нас есть факты, когда в социальных сетях нашим жителям приходят сообщения, где представляются знакомыми, которые записаны у них в друзьях, и просят одолжить энную сумму денег. Сумма составляет от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч рублей. Это один из самых древних видов интернет-мошенничества. И, к сожалению, он работает и сегодня. Верный способ не попасться на удочку мошенников – ни в коем случае не вступать в диалог с написавшим, а позвонить написавшему и разобраться в ситуации. Одним словом, торопиться с переводом денежных средств точно не стоит. На торговых площадках также нужно быть бдительным. Использовать только те доставки, которые предлагает данная интернет-площадка. Также пользоваться безопасной сделкой. То есть сделкой, когда вы перечисляете денежные средства на счет площадки. И после того, как получаете либо продавец, либо покупатель получает товар, соответственно, делает отметку, что именно соответствующего качества товар получен. В общей сложности с начала года сыровчан-мошенники обманули на 25 миллионов рублей. Получить сертификат о вакцинации, перенесенном COVID-19, или медотводе от прививки в бумажном виде, можно в многофункциональном центре. Это актуально для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг и не может распечатать полученный через сервис сертификат или скачать его для предъявлений в электронном виде. Россияне, которые прошли вакцинацию, а потом переболели коронавирусом, получат QR-код на полгода. Действовать он будет с момента выздоровления. Гражданам с медотводом от прививки QR-код выдавать не будут. Их внесут в специальную базу, а на руки они получат сертификат с противопоказаниями и сроком действия документа. Сертификат о медотводе станет полноценной заменой QR-коду. Проверять QR-коды у авиапассажиров могут начать уже с февраля 2022 года. Об этом сообщил замглавы Минтранса Кирилл Богданов. В Минтрансе исходит из того, что закон о введении QR-кодов на транспорте будет принят до конца текущего года. При этом Богданов уточнил, что требования о QR-кодах для пассажиров распространятся как на российские авиакомпании, так и на летающих в Россию зарубежных перевозчиков. Вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте пока не поднимался. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Саровчанки Диана Суббот и Ульяна Скородумова стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов. Итоги финала подвели в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Всего победителями стали 600 старшеклассников со всей России, в том числе 22 школьника из Нижегородской области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума перечислила в резервный фонд правительства 740 миллионов рублей, которые сэкономили в течение года. До конца 2021-го по прогнозам экономия вырастет до 1 миллиарда 314 миллионов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер также рассказал, что сэкономить удалось в том числе на уменьшении командировочных расходов в фонде оплаты труда депутатов и в результате проведения конкурсных процедур в ходе закупочной деятельности. 16 проектов в рамках программы «Вам решать» представил Саров для защиты в Министерство внутренней политики Нижегородской области. Общая сумма работ по проектам составит 50 миллионов рублей. Большая часть инициатив направлена на благоустройство дворов, обновление мафов, устройство спортивных площадок. Два проекта посвящены замене дорожного покрытия. Шесть – модернизация освещения в Старом районе. Следующий этап – народное голосование, который пройдет ориентировочно в период с 25 ноября по 25 декабря на сайте вамрешать.рф. Осталось вручить призы. Завершились выступления участников пятого городского конкурса «Театральный марафон профессии» во Дворце детского творчества. За победу боролись 16 команд из детских садов города и 5 команд из школы номер 7 и Центра образования. Подробности далее. Поэт, карнавальная маска, форсайт. Нет, это не просто набор слов, а конкурсное задание для 19-го детского сада группы «Почемучки». Три главные позиции будущих сценариев – профессию, орудие труда и формат выступления – определяли путем жеребьевки. Герой постановки «Незнека» мечтает стать поэтом, создает волшебную маску, с помощью которой отправляется в будущее. У нас очень хороший воспитатель Светлана Константиновна. Она все придумала нам, сделала весь сценарий, который нам очень понравился. Мы решили выступить. Она заболела. Ну да, к сожалению, такая печальная немножко история. Вот, сделали реквизит. Конечно, вот что-что, а вот реквизит, да, пришлось немножечко потрудиться. Яркие костюмы, необычные декорации и ростули для фантазии креативных творческих решений. Команде первого детского сада выпала профессия «Рещик по дереву» с условием, что на сценке обязательно должны присутствовать глиняные изделия. В конкурсе они участвуют уже в третий раз и в прошлых годах становились призерами. У нас принимают участие ребятишки подготовительной группы со своими мамами. Все довольны, все приняли участие в подборе материала, в составлении сценок, для того, чтобы подобрать у нас глиняные изделия, изделия из дерева. Все это мы собирали вместе, вместе репетировали, все получили удовольствие. Надеюсь, сегодня мы вас порадуем. Театральный марафон профессии проводят в юбилейный пятый раз. В этом году он приурочен к Году народного искусства. В городском конкурсе состязаются 16 команд из детских садов города и 5 команд, представляющих школу номер 7 и центр образования. В одной команде по два родителя со своими малышами. Последний день конкурсных показов прошел в среду, 17 ноября. Здесь есть блестящие выступления, блестящие команды, и не хочется кого-то обижать, выделять. Все стараются, всем очень хочется победить, но я могу сказать, что стабильно, красиво и выразительно выступает 42-й сад, 37-й сад, 9-й сад интересен. Но вообще, по большому счету, все садики очень интересны. Подведут итоги и проведут церемонию награждения победителей призеров 5-го темпа в эту пятницу, 19 ноября. Сотрудники библиотеки имени Маяковского приняли участие в ежегодном интеграционном форуме, который прошел в Ростове-на-Дону. На мероприятии обсуждали вопросы интеграции архивов и фондов в цифровой среде, а также модельные библиотеки. Библиотека имени Маяковского стала участником ежегодного интеграционного форума в Ростове-на-Дону. Организатором форума выступила президентская библиотека Санкт-Петербурга. Программа включала в себя рабочее совещание, а также 12-ю научно-практическую конференцию «Культурное наследие. Интеграция ресурсов в цифровом пространстве». Для меня это был первый раз, когда я присутствовала на мероприятии такого уровня. Во-первых, это директора. Это значит, что они решают вопросы, которые связаны непосредственно с нашей работой, но они изнутри показали. Мне была показана эта работа изнутри, как создаются какие-то законы, какие-то правила. В Ростове-на-Дону собрались представители 14 регионов России. Мероприятия проходили параллельно и в Санкт-Петербурге. В течение нескольких дней участники форума обсуждали вопрос об объединении архивов и фондов в цифровой среде. Президентская библиотека с 2011 года ведет работу, чтобы создать общий каталог музеев, архивов и библиотек. Сейчас это представляет достаточную проблему, потому что каждая структура работает в своем цифровом пространстве, у них свои программы. А вот как это объединить, в этом и заключается цель президентской библиотеки, цель конференции обсуждалась. А как создать единое цифровое пространство вот этих вот ресурсов. Также участники форума обсудили важный вопрос о создании на территории России модельных библиотек. Многие учреждения страны ждут перехода на новый уровень, где наряду с книжными полками будут соседствовать новейшие цифровые технологии. Татьяна Сапожникова выступила со своим докладом на тему о традиционных форм работы к новым возможностям и рассказала об опыте онлайн-мероприятий. Я очень надеюсь, что наша библиотека вот после этой конференции, после моей поездки, что-то у нас изменится, и мы выйдем в новое информационное пространство. Потому что я думаю, что все саровчане ждут, что библиотека станет новым учреждением, именно нового типа, не дожидаясь, может быть, превращения ее в модельную библиотеку. Также на конференции рассказали про работу библиотечных проектов, ведущих зарубежных стран. Все выступления ежегодного интеграционного форума можно посмотреть на YouTube-канале президентской библиотеки. Воспитанники спортивной школы ИКАР приняли участие в первенстве Приворского федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок от 18 до 21 года. Как спортсмены готовились к соревнованиям и какие результаты показали, расскажем в следующем репортаже. Четыре медали привезли воспитанники детской спортивной школы ИКАР с первенства Приворского федерального округа по рукопашному бою. Дмитрий Мирюков в своей возрастной категории занял третье место. Победить в турнире молодому человеку помешал его давний соперник. Я с этим парнем уже встречаюсь не первый раз, которому проиграл. До этого я выиграл два раза, но в этот раз не получилось. Наверное, плохо готовился. Хватило, в принципе, всего, только морально не подготовился к этому бою. Вот из-за этого, наверное, и проиграл. С бронзовой медалью домой приехал и Андрей Баранов. В своей весовой категории молодой спортсмен встретился с четырьмя борцами. Одолеть первых двух Андрею удалось легко. В третьем поединке молодой человек уступил сопернику. Но в четвертой схватке собрал всю волю в кулак и вновь победил. А четвертый бой был за третье место. Я бился. Соперник тоже не очень сильный. Я по опыту не был. В турнире по рукопашному бою приняли участие более 500 спортсменов со всего Приворского федерального округа. Наш город представляли пять спортсменов. Хорошо выступил. Почему? Я сразу говорю, что они перешли. У меня дети уже перешли из возраста 14-15 в 16-17. Поэтому им было чуть-чуть потяжелее в этот раз уже, что возраст больше был их. И подготовка, хотя хорошая была задержка из-за всех. Не было долго соревнований. Ну, я доволен своим выступлением своих детей. По итогам турнира все спортсмены, которые вошли в тройку призеров, отправятся на всероссийское первенство по рукопашному бою, которое пройдет в Орле предстоящей зимой. До новых новостей.